Привет друзья подписчики и привет всем кто смотрит мое видео. В этом видео хочу коснуться с очень интересной темы. Как правильно удалить и отключить адсорбер. Если кому интересно значение и зачем вообще эту систему устанавливать на двигателях, есть у меня на канале очень интересное и популярное видео. Ссылку на тот видео оставлю тут же ниже в описании. И тут скажу только коротко. Цель применения системы адсорбера в современных машинах уменьшить вредные выбросы в атмосферу и исключить запах бензина в салоне автомобиля. Такая система была интегрирована в топливную систему автомобилей с нормами Euro 2 и выше. Несмотря на плюсы данного конструкторского решения, а это экономия топлива, отсутствие запаха в салоне, уменьшение вредных выбросов в атмосферу, хотя многих это не волнует. Адсорбер имеет существенных недостатков, по причине которых многие стремятся его отключить и полностью удалить. Недостатки этой системы 1. Дороговизна изделия. Конечно, не для всех автомобилей. Заменить или удалить. Чаще предпочтение отдают второму варианту. К примеру, на Acura MTX цена изделия воруется в пределах 10 000 рублей. Для вас от 800 рублей. 2. Неисправность устройства приводит к перебоям в работе агрегата. 3. Двигатель не тянет. 4. Плохой разгон машины. 5. Тупит при въезде в гору. 6. Плавающие холостые обороты на прогретом моторе. 7. Если пак пластиковый, то при забитом адсорбере постоянно сшимается и расшимается. 8. Один из характерных признаков неисправности адсорбера – это щипение при открытой крышке топливного бака, вызванное движением воздуха в бак и появление запах бензина в салоне. 9. Направленный уровень топлива. 10. Появление ошибки P0443. 10. Можно ли ездить без адсорбера? 10. Да, можно. Но о целесообразности того, как решение, мнения расходятся. 11. И тут, конечно, возникает вопрос, как правильно удалить отключить адсорбер. 11. Сразу скажу, если у вас цивильная машина, даже не думайте об ее отключении. 12. Потому что это приведет к дальнейшему возникновению проблемам. 12. Можно ее отключить лишь временно, пока вы купите нужные запасные части. 13. А если у вас старая машина и готовить поэкспериментировать, тогда слушаем дальше. 14. Скажу честно, я не мастер и не спец в этом теме, но и мне тоже был интересный ответ на этот вопрос. 15. Перекопал интернет и нашел некоторые интересные материалы. 16. Так что предлагаю коротко ознакомиться, вместе разобраться, порассуждать и высказать свое мнение в комментариях. 17. Многие автовладельцы, проделав определенные манипуляции, ездят без адсорбера годами, не зная никаких проблем. 18. Другие, отключив устройство, через время устанавливают его назад, заметив повышенный расход топлива и перебой в работе мотора. 18. Итак, если мы запереметили шипение при открывании бензопака, провале оборотов и так далее, и поставили диагноз, что система адсорбера вышла из строя, как все-таки правильно отключить адсорбер? 18. Мы должны понимать, что система адсорбера состоит из двух островных деталей. Это сам адсорбер и клапан адсорбера. И один из них часто выходит из строя. 19. Если нам не хочется купить исправный деталь и заменить, тогда действуем так. 20. Часто можно на форумах прочитать советы. Например, вот такой. 21. Физически это делают так. На шланг от сепаратора ввешают фильтр тонкой очистки от карбураторного ваза. 22. Пары бензина уходят в атмосферу. Шланг от клапана адсорбера перекрывают. 22. Знающие люди прощивают двигатель. Чип тюнинг. Иначе появится ошибка. Вот и все. 23. Да, но есть еще тут нюанс, который нужно учитывать. 24. Не каждый может прощивать и перепрограммировать блок управления. 25. И не всегда обязательно перепрощивать блок управления. 25. Например, если клапан адсорбера исправен и мы хотим отключить из системы только сам адсорбер, 25. Тогда достаточно отсоединить шланги адсорбера и клапана адсорбера. 26. Потом надеть там простые бензофильтры. Вот это правильная схема. 27. В этом случае неисправен только адсорбер. 28. На трубку от бензопака обычно одевается топливный фильтр от карбураторной классики. 29. На шланг клапану адсорберу одевается все тот же фильтр от классики, который теперь выполняет роль воздушного фильтра и не дает попасть грязи в ресивер или куда-нибудь. 29. То есть, если клапан адсорбера исправен, тогда не надо ее глушить или вообще убирать и в частом случае даже перепрощивать. 30. Если мы ее заглушим, например, болтиком, в цилиндрах уже не будет попадать то нужное количество кислорода, которое поступает там через вот этот шланг, 30. Вместе с парами бензина. 31. Если блок управления с помощью лямты датчика определит, что в камере сгорания попадает меньше кислорода, чем положено, 31. Оно по алгоритму постарается отрегулировать смесь, соотношение кислорода и бензина. 32. Раз не хватает кислорода, блок управления уменьшит подачу бензина и двигатель потеряет тягу. 33. А если блок управления не определит нехватку кислорода, оно так и будет подавать в цилиндрах, по ее мнению, нужное количество бензина, и в цилиндрах образуется богатая смесь. 34. А на ВИФКЛОП у нас будет повышенное ЦО. 35. В зависимости от автомобиля блок управления все равно рано или поздно определит, что так жить больше нельзя и на приборке подаст знак тревоги. 35. Чек. И будет нам сообщаться, что нужно идти в сервисе и устранить какую-то неполадку. 36. Если сам клапан адсорбера исправен, вот почему важно этот идущий шланг к клапану адсорбера оставить открытым и не глушить ее. 36. Да, многие ее просто включат вот так, болтиком. Это неправильно. 37. А что сделать, если проблема в клапане адсорбера? 38. Хотя она стоит тешево, и все-таки ее нужно убрать, отключить. 39. Тогда клапан из схемы полностью нужно отключить, и вот тогда понадобится прощивка, чтобы при отсутствии клапана мозг не реагировал и на приборке не светился значок. 39. Честно говоря, я не мастер, и надо мне задавать вопросы, как это сделать. 40. Есть профи в этом деле. Пора спрашивайте, и они вам перепрограммируют прощут блок управления. 40. Но если вы не можете найти такого человека, и вы не умеете чиповать, 41. Знающие люди предлагают остроумный выход из такой ситуации. 41. Существует вариант. Некоторые, чтобы обмануть блок управления, в стекере клапана адсорбера ставят обманку. 42. Попробуйте. Делайте это так. При выходе клапана адсорбера из строя на машинах с пробегом, систему адсорбера и сам клапан адсорбера отключают от топливной цепи, и при этом нужно сделать обманку для блока управления, поскольку клапан адсорбера влияет на смесообразование. 42. Самой простой обманкой может быть резистор с сопротивлением района около 30 Ом, и вставляют ее прямо в фишки клапана адсорбера вот так. 42. Цена такого резистора мизерная. Возможно, сопротивление клапана адсорбера в вашей машине отличается, и тогда придется подобрать другой резистор. 43. Мы тут порассуждали эту тему и посмотрели некоторые варианты, но, конечно, не на всех машинах будет успешно работать такие варианты. 44. Пробуйте, то работайте схему. 45. Предлагайте ваши варианты. Как вы сделали? Оправдали или нет? И, конечно, еще раз повторяю, на цивильной машине не надо ничего экспериментировать, так как там блок управления и датчики более чувствительные. Лучше восстановить систему адсорбера, чем там что-то экспериментировать. Ну и в конце видео, если оно было чем-то полезным для вас, пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал и спасибо всем за внимание. Ждите новые видео. Игорь Копьяк